Хорошо, я думаю, что немножко уже подустали. Давайте постараемся. Смотрите, я сейчас буду уже говорить о технических вещах. Поэтому, если чего-то не понимаетесь, не пугайтесь. Я в конце дам ссылку на техническую часть пояснения теоретического того, что мы практически увидим. Но перед этим хотел вам еще одну вещь показать. И, конечно, Алексей давал вводную вокруг, так скажем, экологических инициатив, связанных с городами, с сильными городами. Знаете, я замечал в своих поездках, переговорах, смотрел разные проекты, получалось добираться до начальных документов, проектных различных городов. Я не буду их называть, и российских, и нероссийских. А с точки зрения, здесь, в сторону умных. То есть, например, я три недели назад проехался по Большому Шанхаю, по приглашению правительства в инновационные центры Большого Шанхая. И они показывали, какие они смарт-сети. Ну, как минимум, все-таки, тоже на презентации, все-таки, в основном. Но, что мне, например, там было интересно. В российских инициативах пока что я увидел, все-таки, в инициативах только академических городков. Вот сейчас, наверное, вы слышали, в МФДИ наукоград все-таки хотят строить как умный. Есть инициатива, которая мне ближе, как человеку, связанному с университетом ИТМО. Это Хайпарк. Это тоже, условно, академный городок инновационный, который будет построен ближе к Пулково. Только в них я еще увидел нацеленность умного города на то, чтобы жителю обеспечить комфортный уровень жизни. Вот во многих проектах я заметил, что было написано, мы внедрим технологии и снизим количество очередей в больнице или скорость обработки больных на 15%. И при этом я видел другие проекты, в которых было написано, а мы будем делать так, чтобы больных меньше было в городе. И вот про то, как делать больных меньше в городе, создавать условия, чтобы меньше людей болело, выбился очень сильно термин в области умных городов Smart Sustainable City. И это как раз пришло все-таки ближе из области устойчивого развития компаний, крупных брендов и экологии. Но спустя примерно 3-4 года после того, как началось обсуждение технологической части, потому что умные города пришли из области компьютер-сайенсов, инженеров, от программистов, от робототехников, 4 года прошло. И вот я вам привел PDF-ник, смотрите, он выпущен совместно с, так скажем, академической структурой ООН, посвященный, доклад, посвященный построению умных устойчивых городов. Доклад на 420 страниц. Вы можете его найти в Smart Sustainable City, United Nations, и вы, в принципе, на этот PDF не выйдете, это законченная работа. Очень советую его поизучать. Понимаю, что никто не будет читать 420 страниц, но здесь есть Executive Summary, самая приятная одна страничка, с которой можно будет посмотреть. И здесь есть, например, очень много табличек, в которых дают определение, выборная фокусная группа ученых, например, а что люди подразумевают под словом Smart City, что такое Intellectual City, что такое Sustainable. И то есть в этот доклад очень интересен тем, что вы можете найти много разрозненной, собранной в табличке информации о том, сколько в итоге живет городов. Например, вот я прилетаю в Шанхай, думаю, что Шанхай самый большой город. И по факту он как бы ищетается, и сегодняшний день самый большой. Но здесь в докладе говорят о мега-городах и об этом тренде. Например, в Токио 35 миллионов человек живут. Не город, а мега-город. То есть это город, в котором ты переезжаешь в соседний город, а не видишь вот этого поля между этими городами, а сразу начинаются следующие дома. Как городские округи. Гигаполисы. Тут они их называют мега-городами. Посмотрите, очень советую, хороший доклад. А сейчас я вам покажу общая демо, как раз которую мы с Алексеем показывали в Сингапуре. Я покажу вам применение peer-to-peer технологии. Здесь будет задействована технология peer-to-peer месседжинга. Кто знает слово IPFS, поднимите, пожалуйста, руку. Interplanetary File System. Хорошо. Эфириум, ну, наверное, я уже говорил, более-менее заходит. Я вам сейчас покажу демонстрацию применения peer-to-peer технологий в том смысле, что здесь идет комбинация одновременно способа передачи сообщений в peer-to-peer сети, хранения информации в peer-to-peer сети и протоколирование хэшей, как отпечатков информации в блокчейне с использованием умных контрактов. Связано это все в преследовании, а, ну, там, скорее, два эксперимента, я вам их покажу. Вот. Поэтому давайте пройдемся по видео. Итак, смотрите. Это подготовленная с помощью нашего программного обеспечения демонстрация. Итак, первый момент. Вы, в принципе, видите сейчас обычный веб-сайт. Ну, то есть, вот наш обычный браузер, и на нем какая-то интерфейсная часть. Первая вещь. Это не обычный сайт. Это DAB. Децентрализованный аппликейшн. Вы слышали эти слова, наверное, те, кто с эфириумом знакомы. А у него есть еще другое название. Это сервер-лес. То есть, это аппликейшн, то есть, приложение построенное на стороне клиента, без бэкэнда, без стороны серверной, которая участвует в процессе работы. То есть, если вы заходите на обычный интернет-магазин, то вам загружается верстка интернет-магазина, и подтягиваются данные из базы данных, находящиеся на удаленном сервере. Когда вы нажимаете на вторую страничку просмотра товара, что происходит? Отправляется запрос в базу данных, то есть, в бэкэнд, в обратную сторону. Оттуда вытягиваются новые товары и показываются вам, соответственно, на интерфейсе. В этом примере. Это пример серверной технологии. Технологии, у которой нет бэкэнда, и вся коммуникация, которая здесь будет показана, она происходит напрямую с моего ноутбука с сенсорами, подключенными к нашей платформе. К робономике мы ее называем. А по факту под капотом там набор открытых стандартов в области робототехники, там эфириум, там тот самый IPFS, который большинство из вас не знает, но я вам очень советую о нем узнать, потому что это одна из тех технологий, которые, скорее всего, будут менять интернет. Протоколлакс, ребята очень сильные и очень хорошо развивают IPFS протокол. Итак, что здесь происходит? Я нажимаю на кнопочку вещать сигнал, ProSignal. И в этот момент те, у кого есть эфирки, вряд ли содержатся сейчас память на своих ноутбуках, потому что это 100 гигабайт и синхронизация каждый день. Большинство людей используют Betamask. Betamask – это плагин, такая песичка, который позволяет доставить функции, доступные в эфириум компьютере, в ваш веб-сайт. Вот такое децентрализованное приложение. Когда я нажимаю на кнопочку, выбрать кассивну, вызвалась функция этого плагина, соединяющего функциональность эфириума и этого сайта. Но сейчас я не отправлю транзакцию в получение. То есть те, кто из вас пользовались Metamask, помнят, что после нажатия на кнопочку, и она не такая, не сайна, там обычно отправить транзакцию. Отправлялась транзакция, вышли в Азерскан и дождали, пока она там замайнится и произойдет то, что вы хотели. Чаще всего в основном купить токены или продать. Здесь же происходит, я использую ключи криптографические, свой приватный ключ эфировский для подписания сообщения. Сообщение, которое дальше уйдет с моего ноутбука в сеть Рубономики, формата следующего характера. В IPFS, как в Твиттере, есть хэштеги, то есть вы, наверное, пользовались Твиттером, помните, что можно по хэштегу посмотреть набор сообщений. Так вот, в IPFS есть возможность отправить сообщение в некоторый топик или в некоторый хэштег. Его услышат все, кто на него подписан. И в этот момент в Рубономике, в этом демонстрации, есть три сенсора, которые подключены и слушают некоторый определенный топик. И в этот топик я отправил сообщение в форматах сенсоры, дайте мне информацию, и подписал его своим ключом, чтобы они узнали, кто я такой. И это сообщение уже автоматически стало вещаться в сеть, без сервера, который принял мой сигнал, понял, что это я, и обратился точечно к каждому из этих датчиков, взял с них данные и вернул мне. Как вы видите, я поставил на паузу, спустя примерно полсекунды, это происходило в нашей штаб-квартире, вот датчики, кстати, были разбросаны по городу, я получил данные от трех датчиков. Датчики о погоде в Тольятти, там еще подключились Сингапура и вот из Шанхая данные. Я получил информацию о температуре, о влажности, и самое главное, я их получил не напрямую, мне отправили их сенсоры. Они сохранили в хэш-ориентированное хранилище. Я буду использовать сейчас больше страшных слов, чем в первой своей презентации, но вам нужно их запоминать. Хэш-ориентированное хранилище, это такой способ адресации, когда мы получаем доступ к контенту по хэшу от этого контента. Вы использовали торрент-трекеры. Многие из вас, разработчики, качали, например, какой-нибудь файл, внизу был md5-хэш-сума. Когда вы хотели проверить целостность файла, вы брали от него хэш и проверяли, те ли данные находятся в этом большом файле, нет разницы, он 1 килобайт, 10 килобайт, 10 гигабайт или 1 терабайт. Размер хэша всегда будет одинаковым от этих данных. И получилось в этом примере. Я подписал своим ключом информацию о том, что я хочу опросить датчики. Датчики, подключенные к системе, имели логику следующего характера вот этому человеку отдавать данные. Тем самым можно настроить набор адресов, их ключей, которые могут опрашивать данные. То есть вы можете создать систему личных кабинетов с ограниченным, разграниченным доступом к различным сенсорам. При этом стоимость сейчас этой коммуникации составила ноль. Я не поселил транзакцию в блокчейн. Я не использовал блокчейн как средство коннектор к этим сенсорам. Я подписал своим ключом информацию, и каждый датчик через мессенджер НКВР понял, что нужно отдать мне данные. И отдал он мне их с нулевой опасностью с точки зрения безопасности. Потому что он, каждый из этих сенсоров, не отдал мне напрямую данные. Он собрал данные файлик, взял хэш, получившиеся данные, и присылал мне хэш. И дальше я условно как с помощью торрент-трекера скачал эти данные. Тем самым я получил в коробке с нулевыми стоимостями на коммуникацию с сенсорной сетью механизм ограничения доступа с помощью криптографических ключов, ключей, я получил систему доставки собранной информации с нулевой опасностью на подмену их в самом канале. А дальше начинается самая приятная магия нашей разработки, и робономики, и той футуристичной части, которые в ответ, помимо трех этих сенсоров, два других сказали, а я тебя не знаю. Но знаешь что? Я могу тебе продать данные. И они вместо данных на мой запрос предложили мне заключить контракт. Потому что в этот момент возникла необходимость заплатить, а так как я свои, а так как я эту транзакцию подписал своим ключом к эфириуму, машина может понять, есть ли у меня деньги, чтобы вообще со мной разговаривать или не разговаривать. Она поняла, с кем заключать надо контракт, и подготовила для меня условно формуляр. Сказала, согласен заключить контракт, вот стоимость, вот данные, которые я тебе продам. Нажимай кнопку, и дальше, сейчас я это покажу, когда я уже нажимаю кнопку, здесь посмотрите технически некоторые информации о стоимости. И тогда я нажимаю кнопку, появляется снова метабаст, и уже в нем мы видим нотификацию с то же самое с подписанием транзакций. Это тяжелая часть работы, но я ее в конце само поясню. Ну, примерно через одну минуту, вот вы здесь увидите, система, вот созданный адрес контракта, система контракт, соответственно, увидела созданный, увидела платеж, то есть она выставила оффер, как те, кто знакомы с децентрализованными биржами. Вы все, наверное, знаете основную проблему децентрализованных биржей. Каждый АСК и БИД протоколируются в блокчейне, но ваш запрос или предложение не есть законченная экономическая операция. Вы тратите деньги на то, чтобы изъявить желание. Поэтому, например, всем очень советую почитать, помимо, конечно же, нашей бумаги-парабономики, 0x. Те, кто слышали об этом проекте, это проект, который вынес механизм формирования АСКов и БИДов вне блокчейна, чтобы селить только те транзакции и сделки, по которым сошлись по цене и по остальным параметрам договора две стороны. То же самое и здесь. Поэтому вы подписываете сообщение, и только когда сеть провайдеров и зависимых ловит одинаковые, сходящиеся предложения, она селит транзакцию. Мы экономим чейн, мы не селим туда информацию, которая еще не имеет экономической значимости. И когда она поселена, эти сенсоры начинают запускаться самостоятельно, потому что они видят платеж, они видят, что сделка заключена, они знают, с кем они заключили сделку и в какой очередности. И они эти данные протоколируют, а также в IPFS берут хэш этих данных и дальше они вам не напрямую отправляют этот хэш, они отправляют его в смарт-контракт. И что мы видим с вами? Если в первом случае мы решаем задачу организации общения с сенсорами в городе без центрального органа, определяющего списки доступа и тех, с кем надо опрашивать в ответ, а мы имеем механизм, страшная фраза, мультиагентной системы, когда у нас все участники в системе напрямую могут взаимодействовать, и вам отправляется хэш в ответ напрямую, то когда вы заключаете экономически значимую сделку, хэш данных протоколируется в контракте и остается там навечно. Отсюда можно интересные вещи формировать и какой пример взаимодействия у этого происходит, я покажу вам в следующем видео. Вот теперь мы перешли, это как раз, это уже как раз ДПП IPCI, это платформа как раз зеленый. Для меня лично, когда я познакомился с углеродными рынками экологии, стала интересная ситуация. На рынке все говорят о том, что мы стараемся для следующего поколения. Ну, я не знаю, как вы, но я в разговорах вижу, что зачастую, когда доходит вопрос до меркантильного интереса, о следующем поколении люди очень часто забывают. Вот. Отсюда для меня лично стала интересна схема, в которой, стороной, которая оценивает негативные экстерналии наших бизнес-отношений или вред, который мы приносим природе, было бы интересно использовать роботов, которые, как независимый агент, выставляли бы счета человечества, замесенный в нашей планете. И эту вещь я протягиваю и использую, и придумал использование для робономики процесса, что когда данные, собираемые сенсорами, протоколируются в блокчейне, эта информация, как Алишер приводил пример, становится автономной, независимой и неизменяемой, а далее с использованием этой информации, к примеру, с точки зрения зеленых активов, активов, любых, в принципе, других ценных бумаг, мы можем взять заграненные по хэшу данные, поселить в чене алгоритм или методологию оценки необходимого количества эмиссируемых ценных бумаг на основании данных, которые там получились, и на выходе мы можем получить ценности, токенизированные ценности, о чем сейчас многие говорят с точки зрения перехода для международных активов, мы получаем механизм, по которому на основании данных собранных, и этот пример мы приводили, эмиссируются единицы. В НТУ, к примеру, кафедры, они занимаются тем, что они знают, например, сколько энергии они альтернативной потребили, произвели, а сколько энергии они потребили с обычных источников, например, с угольной теплоэлектроцентрали. И с НТУ мы поговорили о таком эксперименте, и сейчас им будем заниматься, это то, что с одной стороны есть направление Smart City, еще одна вот с приставкой Smart, Smart Building. Например, если вы зайдете на сайт Siemens, Siemens сейчас работает активно в направлении Smart Building. Для них это напичкать здания сенсорикой, чтобы оптимизировать, например, расходы на электроэнергию, на охлаждение, и вообще сделать его более утилитарным. Но что при этом мы получаем? Эти умные здания теперь знают, каков вред нанесенной природе при их жизни. И если мы имеем ценности, находящиеся в среде доступной человеку в машине, то, а, мы можем реализовывать механизмы автоматической покупки углеродных единиц на рынке для создания системы углеродонейтральности каждого умного здания без участия человека в этом процессе, когда здание за месяц своей работы собирает всю информацию, сохраняет ее, берет хэш, оставляет его и оценивает, сколько углеродных единиц ей необходимо купить для того, чтобы оказываться углеродонейтральным. И вторая часть, которая с примером с чилийским сценарием, когда мы имеем на примере страны, здесь невыгодно, конечно, представлять каждое домашнее хозяйство как отдельного агента или как отдельную систему, потому что доходность там 3-5 долларов выходит, если брать, мы рассчитывали по месяцу, но если взять тысячу домашних хозяйств, объединенных через систему анализа данных с ним по потреблению, то мы можем с вами получить механизм, когда целая страна, целый, точнее, сегмент народного хозяйства в стране может на основании своих данных заявлять о том, сколько они предлагают на рынок нового типа ценных бумаг. И дальше остается вопрос за потребителем. Какой ценной бумагой вы будете гасить свой углеродный след, когда вы полетите на самолете? Посмотрите на свои... Посмотрите сейчас, когда покупаете в аэрофоте билеты, сейчас там появляется такой бум расчета вашего углеродного следа за перелет. С 2020 года, насколько я знаю, этот след уже будет не просто рассчитываться для вас, а он будет обязательным в погашении. И для меня встает вопрос, какой тип ценной бумаги вы будете использовать на рынке? Бумага, которая заверена аудитором в результате проверки какого-то проекта и выпуска ценной бумаги на рынок? Либо вы будете покупать ценную бумагу, которая образовалась на основе собранных сенсорикой данных с какой-то промежуток времени и оттуда выпущенных ценных бумаг. Какому типу ценных бумаг вы будете доверять? Для меня, как, конечно, человек, который занимается робототехникой и компьютер-сайенс, конечно, фраза «роботы не льют воду» значит довольно много. Соответственно, чтобы говорить еще раз про технологии, обратите внимание на эту демонстрацию. Еще раз я вам покажу этот паттерн и для начала повторю, что вам все-таки стоит на домашнюю работу забрать, чтобы изучить. Смотрите, это бумага по арбономике. Майтбекеры в сообществе не все пишут просто, чтобы для галочки перед тем, как собрать деньги показывать. Многие люди в этих бумагах выкладывают соответственно основу того, что они делают. И соответственно в этой бумаге мы показываем механизм реализации как раз платформы децентрализованной для того, чтобы объединить одновременно механизм общения с помощью peer-to-peer месседжинга хранения в децентрализованной среде информации и применения умных контрактов совместно с фреймворком ROS, это стандарт в области робототехники. Бумага не маленькая, но и не 420 страниц. Если вам интересно с точки зрения того, как выглядят такие децентрализованные провайдерские сети, то можете найти раздел 5.2 провайдера, посмотреть отдельно этот раздел, чтобы посмотреть, каким образом предлагается экономика поддержания этой провайдерской сети. Вы найдете эту информацию дальше. Там же в разделе и последняя часть, которая вам может быть здесь интересна в бумаге, это описание работы эрбономики 7. Это то, что я вам сказал, уже с более абстрактными графиками и схемами. Пункт 7 бумаги, описание работы эрбономики. здесь пошаговая инструкция, как все, что я вам показал на дорожном демо выглядит в теории. И восьмой раздел, который вам будет проще, это раздел это приложение. Вы его можете найти на сайте robonomics.network называется он robonomica вот сайт robonomics.network robonomics.network белая бумага есть раздел он есть на английском есть на русском. Соответственно, вторая вещь, если здесь все-таки есть люди которые не страшны слова github, вообще советую заходить на github. Это немножко не по теме, но я сейчас сильно после последней статьи на фортлоге с редакцией фортлога с Таней разговаривал, что это такое, когда пишут, что статью может кто-то читал мертвый уши мертвого осла, по-моему, когда говорили о том, что модель краудфандинга не состоялась. И я пытаюсь, но я сейчас на это, мы там дискутируем в этом материале, основная проблема была в том, что никто не смотрит гитхаб, большинство людей не знают, что это такое и не ищут там ответов. Я вам советую зайти на github.com slash airalad здесь есть у гитхаба такой механизм закрепленные репозитории, здесь есть шесть репозиторий, интересно, первая репозитория это спецификация, это как раз где бумагу мы храним, вы можете ее форкнуть, выкинуть все, что вам не нравится, взять свою бумагу, используя какое-то материальное. Здесь мы храним степ умных контрактов, который позволяет построить децентрализованную сеть провайдеров собственной экономикой. Aira это готовый софт, который вы можете поставить сейчас в принципе на любого робота в принципе не буду говорить слово ростсовестиво, но если вы захотите сделать пруфу в конце первой, то заходите качайте Aira и вы преодолеваете три года нашей работы. Делайте шажок вперед и вам побыстрее будет. Haskell Web3 для тех людей, кто знаком с эфириумом, вы знаете Web3 JS есть библиотека, это чтобы на Java спрепте общаться с Web3. Мы разработчики для Haskell этой библиотеки, мы поддерживаем для всего сообщества и поэтому назовем. И последнее это Robonomics JS. Здесь мы храним ту часть, мы делаем собственный фреймворк для того, чтобы вы даб могли построить. То есть в коммуникации с машинами, которые вы увидели, есть интерфейсная часть, есть та часть, которая на роботе. Вот та часть, которая на роботе это Aira, а та часть, с помощью которой вы можете построить интерфейс к умному городу и взаимодействовать с множеством роботов, использующих Aira, храним мы в Robonomics JS. Вот. Про токен. Ничего это, наверное, самое известное видео, я его, наверное, миллион раз уже видел, но для аудитории, которая не видел, я вам в своем рассказе рассказал о первом эксперименте, который мы построили с дроном. Так вот, это видео про этот эксперимент, это Саша Трупенький, наш инженер, это дрон, это первые еще ранее, сейчас вы видите, консольные клиенты эфириума, и зимой в пригородах Санкт-Петербурга мы как раз... Можете сказать, что после этого будут делать давайте видео по-сладкому. Сейчас. И вот здесь показывается, как Саша заключает контракт, это все еще в то время делалось через консоль. Создан был контракт, вот его адрес, Саша восторожь со стороны трона прослушку этого контракта, и дальше уже он присылал координаты, и Саша заплатил ему, и сейчас вы увидите на вашем масштабе. Саша в нашем экране, то есть он не управляет им в этот момент, и вот дрон подхватив эти координаты, полетел. насколько я знаю, может кто-то из вас слышал про Слокит, это ребята, которые из Эдау писали, у них идея интернета вещей с использованием умных контрактов. Но вот, насколько я знаю, это вообще первое вообще видео во всем мире, где человек использует умные контракты для того, чтобы коммуницировать с примером робота. второе видео Алексей говорит, я не покажу, можете его найти на ютубе, на ютуб-канале Airalam. Что мы делали еще с дронами прикольного? В этом году мы к дронам присобачили как раз эти самые сенсоры, и мы на дронах сейчас летаем по России в разных регионах, в разных местах, и меряем показания выбросов с дрона, потому что это самая интересная часть для тех, кто думает, что, например, сенсоры на дроне нельзя носить и начинает думать, это не будет верить, правильные данные показывают для вас, скептиков, мы подключили икологов из ИТМО, и они вместе с нашей командой разрабатывают первую в мире методологию по анализу выбросов и состояния окружающей среды. С помощью беспилотника проводятся лабораторные испытания с использованием стандартных стационарных постов и в тех же самых местах мы меряем на дронах, проверяем, чтобы это работало. Насколько я знаю, Алексей, в последнем выступлении в Европе этот вопрос был интересен, чтобы мерить, например, показания выбросов метана на свалках, а мы просто хотим удешевить и доставить процесс умных городов, потому что не все города смогут эти сенсоры поставить в каждой точке, но если сделать сенсор мобильным, то, наверное, мы сэкономим много денег, если эти данные будут сохраняться после этого в чейны, то, может быть, кто-то на этом начнет эмиссировать свои экологические обязательства, и это запустит локальную экономику. Вот. Так что задавайте вопросы теперь и